не очень я люблю эту подложку здравствуйте но здесь данный момент у меня одно из самых таких нормальных освещений и зачем оно мне нужно я хотела показать вам ручку и заправить ее значит это ручка 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 называется от такой марки припи вернее это модель припи от платину также у меня есть вот в плате но еще это вообще такие пластмассовые ручки вот она тарахтит нужно какой-то создать знаете такие блокноты я вам тоже покажу их вот старый шит это от японской от японской марки маркс на не таки называются эти японцы у них есть вот торговая марка старый шит я покажу вам блокноты чем они отличаются что у них есть обложка одновременно огромный карман но также но также сейчас мы поставим сюда телефон теперь это обложка реагирует то есть через нее теперь можно работать с телефоном это новинка одним словом тут все как бы можно как вы видите делать так это придется убрать но сделаю сделать постараюсь сделать об этих блокнотах а сейчас хотела записать видео ну вот как бы мне и убрать я ее не могу какой-то мне нужен хороший хорошая основа может это хорошая основа нет нужен белый 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 лист которого на всякий случай не очень не очень бы я переживала ну ладно давайте вот этот положим да может этот положить так я думаю я нашла вожука я вот такую подложку вот так немножко будет получше и освещение нормальные так и что я хотела я хотела вам показать две ручки две ручки ну скажем так ручки очень такие специфические это это по крайней мере одни из самых недорогих вот я бы даже сказала одни из самых дешевых но очень классных ручек японских перьевых так я думаю вы видели вот эти чернила у меня здесь это ручки марки платина одна из них совершенно базовая ручка она называется препи я даже не знаю ну вот как то я ее никогда не показывала а вот сейчас у меня появилась двоечка двоечка это одна из самых тонких препи есть тройка и есть тройка и м это наверное так 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 и наверное это четыре будет у них ну вот она конечно это кусок пластика вот я бы так сказала здесь какой-то такой совсем коротенький зажим они бывают немножко таких разных цветов но она вот такая прозрачная чудо и вот такое дребезжание постоянное зажим пластиковый держатель вот такой препи стоимость 4 доллара стоимость препи 4 доллара но у нее совершенно какое-то волшебное удивительное перо не знаю как за 4 доллара можно было создать может быть на другой бумаге сейчас секундочку попробую на этой бумаге фоне вот посмотрите какое тонкое красивое перо как-то она так сделана удивительно конечно для меня это ручка достаточно легкая если бы я не знала сколько она стоит и этот перо стояла чуть-чуть каком-то другом корпусе но я бы удивилась я бы сказала что это на 30 евро 30 евро такая была бы мое объявление вот такие картриджи находятся здесь просто вот запасной а в и отдельно они продаются по 2 по 2 в упаковочке это коричневый вот я хочу коричневый заправить и есть черный и вот есть скажем так перевыпуск но даже не перевыпуск они как бы выпустили новую новую ручку почему то мне кажется что лучше будет если я ручки буду показывать все таки на белом листике это у меня такая красивая ну на посмотрите какой срез у нее вот так но я покажу ее попозже этот блокнот его супер может быть так даже лучше и теперь они выпустили platinum japan 1919 1919 вот так называется марка platinum japan 1919 еще раз повторюсь первая ручка это прэпи чудесная великолепная прэпи настолько тонкое перо что можно писать мне кажется даже малискин я испытаю попробую знаете мне кажется сейчас нет мне есть сейчас малискин да и вот они при фаунд выпускают при фаунд и уже эта ручка в принципе выглядит как классическая вообще ручка как классическая перьевая ручка уже нету этой такой какой-то дешевой угловатости да они буквально чуть-чуть поменяли пропорции и эта ручка стала выглядеть очень очень классно удлиненный металлический зажим против вот такого кого-то коротыша маленького то они отламываются конечно вот такой красивый вариант да и в такая классическая форма сразу же эти ручки выводит на такая форма в принципе не подвластное времени потому что если найти какие-то даже старые монблан старые монблан перьевые ручки то они именно такой формы и мне кажется это выигрышная такая дизайн решение придать ручки классическую форму здесь перо потолще на при фаунд 03 f я сделаю вот я сейчас посмотрела у них следующее перо 05 м то есть есть у нас 02 fx есть у нас 03 f есть 05 м чуть более толстая но сейчас мы заправим вместе с вами препи ручка при фаунд которая с металлическим зажимом она уже в районе восьми девяти долларов то есть она стала дороже но она и выглядеть стала намного намного лучше она выглядит очень презентабельно ее можно ну вообще принципе для всех любителей ручек брать с собой цветовая палитра у этих ручек они чуть-чуть как бы добавлен цвет и вы можете чуть ли не цвет чернил подбирать есть такие и дымчатые черные и более коричневые ну вот я заправила кстати посмотрите как набираются чернила это одна из особенностей чуть-чуть сразу же очень механизм классный то есть ему абсолютно ничего не мешает он спокойно спокойно чернила заходят почему я хотела подобрать какую-то подложку который я не испортила бы но как-то вот удачно всем всегда рекомендую быть более аккуратными брать просто кусочки салфеток ну или туалетной бумаги и аккуратно работать вы видите как набирается в механизм капиллярный чернила они набираются прямо изнутри картриджа это это западентованный картридж в котором внутри находится шарик и эти чернила не засыхают в течение одного года с ними ничего не происходит когда у вас ручка стоит лами или паркер или кавэко они засыхают если ручка стоит закрытая чернила все равно засохнут здесь запатентованный картридж и там стоит такой шарик внутри и этот шарик не дает чернилам засохнуть когда вы заправляете картридж сразу же наполняется капиллярный механизм внутри ручки вот так вот поэтому скажем так вы можете создать себе целую коллекцию в поле одного производителя потому что в принципе потом эту ручку будет очень сложно заправить другими чернилами почему я именно хотела заправить чернилами сепия такими коричневыми чернилами вот эту четырех долларовую свою препи и уже не заправляла а при фаунд не пробовала другие чернила пробую смотрим как она работает а еще хотела сказать что ручка всего 10 грамм вот так чтобы вы понимали что ручка которая при фаунд с металлическим 10 грамма это в районе восьми удивительная тонкость чернила мне кажется это просто какой-то экстра файн но невероятно тонкая пишет очень красиво посмотрите какой цвет чернил непрерывистая линия сохнут я бы сказала удивительно быстро не высыхая внутри внутри ручки вот так что ну ручка ручка мой один из фаворитов я сейчас достала а еще сепия линер и вот посмотрите линер это пишет более более толстую линию давать и подача чернил очень быстрая она не прямо так выливаются быстро текучесть очень хорошая нужно быть очень аккуратными у них как будто бы вот в коричневых такого эффекта нету я думаю что это из-за пигмента есть такая особенность я буду вам показывать и плате он джапан при фаунд с металлическим зажимом и там вы сможете увидеть что как будто бы чуть-чуть остается такая маленькая затемненность когда вы заканчиваете предложение или длинную длинный завиток буквы или какого-то или какого-то знака здесь в коричневых чернилах такого нету поэтому могу сделать вывод что это зависит от красителя внутри чернил сохнут они быстро ничего нигде не отпечатывается несмотря на определенную такую немножко влажности у кавэка я так замечала или кавэко чуть-чуть такая темная точечка появляется на окончании завитка буквы знака мне нравится так более живая получается более живые получаются надписи и все ваши записи так что в рамках одного бренда можно собрать огромную красивую коллекцию с красивыми чернилами супер я иногда хочется сказать что у бюджетно экономно потому что слово дешевые звучит как-то не очень но это реально очень дешевые и классные чернильные ручки перо 2 extra fine для очень тонкого написания и для письма на супер тонкой бумаги супер тонкая 70 грамм где-то вот так вот пишет легко скользит также можно использовать конвектор если если у вас картриджей нету